МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Чрезвычайная ситуация» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». Запретные территории в центре нашего внимания сегодня. 26 апреля 1986 года произошла самая страшная катастрофа техногенного характера в истории человечества, которая для многих людей разделила жизнь на до и после. В результате аварии на Чернобыльской АЭС был полностью разрушен четвертый энергоблок. В атмосферу вырвалось много радиации. В зоне поражения оказались территории Украины, России и Беларуси. Более 115 тысяч человек покинули свои дома и навсегда уехали из пострадавших районов. Большая часть переселенцев – это белорусы. Вдумайтесь в эти цифры. Только в Хонецком районе, на территории которого сейчас находится Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, из 99 населенных пунктов прекратили свое существование 49. А если учитывать Брагинские и Наравлянские районы, то таких городов и поселений более 100. За 31 год радиация, согласно наблюдениям исследователей, стала частично отступать. На некоторых ранее загрязненных территориях ее уровень заметно уменьшился. Пригодны ли сегодня эти районы для жизни и можно ли там заниматься земледелием? Наш следующий сюжет. Деревня Демьянки, Добружский район. До аварии на Чернобыльской АЭС в этом населенном пункте проживало около 400 человек. Жизнь здесь кипела. Сегодня о ней помнит только один единственный житель этой деревни. Когда из Демьянок всех выселяли, Николай Иванович осмелился бросить вызов радиоактивной угрозе. Твердо настоял на своем и никуда из родного села не уехал. А понимаете, искать-то нечего было. Вот добра-добра не ищут. Был представитель Ленинграда, доктор радиологических наук, профессор медицины. Вот так, как с вами разговаривал, я задавал ему вопрос. Как? Разве такой человек? Жить здесь можно или нет? Слова профессора как девиз всей жизни. 30 лет пенсионер борется не столько с радиацией, сколько с одиночеством. Урожай на огороде даже в самый засушливый период Николай Иванович собирает богатый. На участке растет все. Огурцы, томат, картофель, кукуруза. Пять лет подряд созревают арбузы. На этой земли, я не знаю, что их бросили. Тут урожай мы получали. От меня было по 65-70 гектар. Где-то центнер в гектар. И кукуруза росла такая, как вы видите, как кукуруза на огороде. Такая кукуруза росла. Здесь все было. Картофель и шоу. Ой-ой-ой. Уровень радиации в деревне не превышает 0,3 микрозиверта. Это норма для территорий, которые выведены из состава зон отчуждения. Правда, чтобы попасть в Демьянки, пропуск все же нужен. Дорога к населенному пункту пролегает через охраняемую территорию. По данным территориям конкретно, они находятся на землях менее 15, загрязнением менее 15 кюри на квадратный километр. Уровни радиации, конечно, есть на прилегающих закрытых территориях, тех территориях, в которых они закрыты. Но они с течением времени падают. Последний из зименковчан признается, гости его домовладения в основном дикие звери. Обитатели леса часто заходят на участок 76-летнему пенсионеру, а визит людей наоборот – редкость. Вескучно бывает, как говорят, внучка на ходе. Ну а что ж. Пошел к ней, посидел, пошел к бабке, на могилку жонке. Радиоактивные осадки выпадали на земли Беларуси неравномерно, поэтому говорят о мозаичности их распределения. Период распада таких элементов, как стронца и цезия, составляет 30 лет. Этот срок уже прошел. И на многих территориях, в том числе тех, которые создавались как буферная зона для наблюдений за изменениями окружающей среды, уровень радиации снизился до предельно допустимых значений. Территории, на которых установлен контрольно-пропускной режим, то есть территории, ограниченные для посещения, остались еще в 8 районах Гомельской области и 4 районах Могилевской области. По площади наиболее загрязненные районы – это Хойникский, Наравлянский, Брахинский, то есть непосредственно прилегающие к очагу взрыва, к Чернобыльской станции. И наиболее из других районов загрязненный остался еще закрытый – это Ветковский район. Там примерно 50% территории района еще закрыто для посещения. Но с течением времени, с падением уровня загрязнения, территории открываются. Другое дело – трансурановые элементы, плутоний и возникающие в результате его распада америцы. Первый перестанет облучать почвы только через 240 тысяч лет, а второй будет нарастать по мере распада плутония 241-го аж до 2056 года. Но за этими процессами пристально следят белорусские ученые. По уровням загрязнения, ну, конечно, радиация опасна, но я думаю, что не надо демонизировать эту ситуацию. Надо подходить с научной точки зрения к этому. Информации накоплено очень много. Получены большие результаты по выведению из организма радиоактивных веществ, по возделыванию таких культур, которые наименее накапливают уровни радиации. К 2016 году в Беларуси было введено в хозяйственный оборот около 15% земель, ранее входивших в зону отчуждения. Общая площадь таких территорий составила 62 тысячи гектаров из 530 тысяч, выведенных из хозяйственного оборота в 1986-м. Многие из них и не были загрязнены, так как служили лишь территорией безопасного разделения, зараженных и экологически чистых участков. Сегодня на таких землях ведутся работы по захоронению брошенных сооружений. Это была километровая зона от границы заповедника. Она не являлась территорией заповедника. Была она определена не по уровню загрязнения, а сделана для наименьшего сельхозиспользования вокруг заповедника. Территория была введена в 2014 году. С момента создания заповедника в 1988 году ее не было и не существовало. За прошедшие 4 года по тем исследованиям и накопленной информации стало ясно, что потребностей в этой охранной зоне нет. Ее упразднили. Пока же вопрос упразднения охранных зон остается открытым. В научном сообществе по этому поводу идут дискуссии. Тщательно анализируются данные лабораторных исследований. Мародерство и браконьерство – основные виды правонарушений, которые сегодня сотрудники охраны зон отчуждения и отселения, а также милиция фиксируют на загрязненных радионуклидами территориях. Вынос ценных вещей, предметов мебели и интерьера особенно часто наблюдался в первые годы после аварии. Сегодня процент мародерства ничтожен. Просто вынесли уже все, что могли. Зато любопытство туристов к объектам зон отчуждения не спадает. Людей, проявляющих неподдельный интерес к разрушающейся инфраструктуре запретных территорий, называют «сталкерами» по одноименной компьютерной игре. О том, кто прокладывает через зоны отчуждения нелегальные маршруты, чем может закончиться несанкционированный визит в такие территории и какую опасность хранят заброшенные объекты – наш следующий материал. Этот грузовик под завязку забит ломом черного металла. Груз нелегально направлялся на продажу в Россию. Но планы перевозчиков скорректировали стражи правопорядка. В зоне отчуждения Добружского района на подступах к границе стран Таможенного союза сотрудники взвода милиции по охране зон радиоактивного загрязнения остановили эту машину и не обнаружили у водителя товаросопроводительных документов. «Могу отметить, что данный автомобиль в 2017 году неоднократно задерживался именно для этих целей, то есть при транспортировке лома черного металла». Любая техника, на которой владельцами был нарушен контрольно-пропускной режим в зоне отчуждения, подлежит аресту. Так было с легковым автомобилем и снегоходами браконьеров, которые в прошлом году устроили сафари на диких животных, обитающих на радиоактивных территориях. Этот снегоход милиционеры арестовали в результате незаконной охоты все в том же Добружском районе. Вооружившись ружьями, несколько россиян зимой охотились на кабана. В итоге сами стали мишенью милиции и природоохранников. Одного из нарушителей удалось задержать. «У них были изъяты ружья, весьма дорогостоящие. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконная охота». В зонах отселения и отчуждения штрафы за незаконную охоту или рыбалку увеличены в разы. Вред возмещается в пятикратном размере. Но даже такие, на первый взгляд, драконовские меры не всегда останавливают браконьеров. Ведь они знают и оценивают риск. Мешок проданной рыбы с лихвой окупает затраты. В июле этого года сотрудники ГАИ в Ветковском районе остановили микроавтобус, водитель которого вез в салоне 50 килограммов речной рыбы, которую он наловил в зоне отчуждения электроудочкой. «И ущерб, причиненный на окружающей среде в результате этой незаконной добычи рыбы, составил почти 1500 базовых величин. Или в денежном эквиваленте это 33 тысячи номинированных белорусских рублей». За 30 лет действия запрета на территории Полесского радиационно-экологического заповедника сложились уникальные природные условия. Значительно выросла популяция диких животных. Обитатели зоны – медведи, волки, лисы, куницы, кабаны, олени, лоси и даже лошади Пржевальского, которые находятся под защитой природоохранников. «Для них там более оптимальные условия для размножения и для роста и развития, поэтому они образуют какие-то более крупные скопления, что, соответственно, также делает их легкой добычей для браконьеров. И, в общем, несознательные граждане пытаются этим всем воспользоваться». Соблазн поохотиться в этих местах велик. Многие приезжают в зону, например, за рогами оленя. Ведь на черном рынке за них можно выручить до 500 долларов за экземпляр. А если еще и подстрелить животное, то можно заработать и на мясе. «Уходит в какие-то рестораны и даже за пределы Гомельской области, и в Минск, и еще куда-то реализуется. Если говорить о продукции рыбоводства, то обычно продукция рыбоводства реализуется по соседям, по односельчанам, по знакомым». В целях защиты территорий, изучения популяции животных и противодействия такому явлению, как браконьерство, на охраняемых законом территориях стали активно внедряться системы видеослижения. Не раз на практике они помогали разыскать нарушителей. «Добыча животных на территориях, на которых эта добыча запрещена, в частности на территории зоны отчуждения и отселения, вред считается в трехкратном размере. То есть то, что на территории чистой зоны стоило бы 30-35 базовых величин, на территории зоны отселения уже будет свыше 100 базовых величин, а уголовная ответственность у нас наступает как раз за нарушение правил охоты и правил рыбоводства от 100 базовых величин». Но браконьеры – не единственная напасть. На излучение радиоактивных лесов словно бабочки и слетаются грибники. Шутки шутками, а ведь в этом году это действительно стало проблемой. Собиратели не гнушатся забираться в те места, где даже находиться опасно, из-за возможности получить большую дозу облучения. А как известно, грибы – отличные накопители радиации. Хуже всего, что такая продукция не проходит контроль, ведь часто продается с рук на рынках или вдоль дорог. И нет никакой гарантии, что на трассе в чистой зоне вы не купите грибы, и собранные на радиоактивной территории. «Нарушений мы выявили за прошлый год на территории зоны отселения по компетенции государственной инспекции 133 нарушения. В этом году, за прошедший период 2017 года, 26 подобных нарушений выявлено». Именно попавшая с пищей радиация труднее всего выводится из организма, зато быстро накапливается и медленно его разрушает. Как правило, у любителей радиоактивных грибочков и дичи обследования всегда показывают превышение уровня радиации в организме в 2-3 раза. «В целях обеспечения режима радиационной безопасности, установленного на территориях подвержения радиоактивному загрязнению, сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями администрации зоны учреждения и отселения МЧС Республики Беларусь, сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира и Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проведено 504 рейдовых мероприятия». Радиация в зонах отселения – не единственная опасность. Любителям нелегального туризма угрожает банальный риск получить травму во время посещения заброшенных объектов. В Добружском районе, на территории заброшенного пионерского лагеря, неподалеку от старинного имения пана Герарда, пару лет назад произошел несчастный случай во время игры под названием «Схватка». Нередко трагедии случались и со сталкерами. «Самая главная опасность – получение доз радиации. Опасность может состоять в том, что эти территории заброшены, на них не ведется хозяйственная деятельность. Здесь не следят за техникой безопасности. Человек может просто провалиться в колодец, который был открыт лет 30 назад, и сюда не дает ни скорая, ни пожарная, так связь мобильная не работает. Это очень коварные места». Сегодня молодые люди посещают объекты зоны отселения и отчуждения не только из-за тяги к леденящим душу впечатлениям. Их цель – снять интересное видео и выложить его на страницы в соцсетях. Некоторые снаряжаются ради этого в 30-километровую зону или посещают город-призрак Припять. Важно запомнить одно – такой экстремальный туризм может обернуться для путешественника самым непредсказуемым образом. Человек по своей натуре – существо очень любопытное. Если на самом видном месте поставить ящик с ядом и написать на нем «Опасно для жизни», обязательно найдется смельчак, который в него заглянет. Это была программа «Чрезвычайная ситуация». Помните, риск безопасен, если он просчитан. Берегите себя и близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин